Ольга Висмут. Развод. Ты не получишь нашу дочь. Глава первая. Всё. За моей спиной раздаётся жизнерадостный женский голос. Теперь бессонов точно будет моим, даже не сомневайся. Вздрагиваю, машинально оборачиваюсь. Позади стоит подтянутая брюнетка с длинными волосами, забранными в высокий хвост. На ней облегающие лосины, короткий топ, открывающий смуглый пресс, и белая шубка из ламы. Судя по фигуре, эта девушка – частый гость в тренажёрном зале, а если судить по пухлым губам и скульптурным скулам, она и у косметолога частый гость. Её пальцы, украшенные алыми ногтями стилетами, держат возле уха айфон последней модели. Несколько секунд просто таращусь на эти ногти. Незнакомка разговаривает по телефону. Я не вслушиваюсь, в голове полный сумбур. Она только что назвала мою фамилию. Точнее, фамилию моего мужа. «Мама! Мамочка!» Зайка дёргает за пальто. Отмираю. Перевожу взгляд на трёхлетнюю дочку. «Что, моя хорошая?» «А нам долго ещё врача ждать?» Спрашивает она. Я замечаю освободившееся место под кабинетом. «Знаешь что? Пойдём-ка сюда. Сажусь между девочкой-подростком с ярко-розовой чёлкой и грузной женщиной, возле которой крутится ребёнок. Беру дочку на руки. Последнее время мы тут почти прописались. Как только наступает зима, у зайки обостряется бронхит. Вот и сегодня пришли к врачу с хрипами. Прижимаю зайку к себе. Нас должны были принять ещё полчаса назад, но весь коридор забит больными и выздоравливающими детьми. Наша очередь ещё не дошла. «Да, врач только что подтвердил. Поздравь, я беременна!» Незнакомка в шубке проходит мимо, продолжая трещать безумолку. «Он теперь точно разведётся со своей курицей!» Похоже, она вышла из соседнего отделения. Здесь педиатрия и гинекология расположены на одном этаже. Грузная тётка провожает её неприязненным взглядом. «Я же пытаюсь взять себя в руки!» «Ну, подумаешь, кто-то в толпе назвал мою фамилию. Мало ли Бессоновых в нашем городе. Это просто однофамилец!» На коленях крутится дочка. «Мам, а когда я вылечусь? А папа пойдёт с нами в парк?» «Конечно, пойдёт. Ты же его принцесса!» Глажу её по светлым вихрам. «Бессонова!» Из кабинета выглядывает медсестра. «Заходите!» Мы с дочкой поднимаемся. Брюнетка замедляет шаг. Оглядывается, и наши взгляды случайно встречаются. Я первая отвожу глаза, спешу с дочкой войти в кабинет. Но, видимо, недостаточно быстро. Становится не по себе от того, как брюнетка на меня посмотрела. Высокомерно и с лёгким презрением. Ну да, надо признать, по сравнению с ней я выгляжу немного помятой. Ни наращённых ногтей, ни ресниц, и плановую окраску волос пропустила из-за болезни зайки. Но муж говорит, что я ему нравлюсь такой, натуральный. А эта девушка глянула, и меня словно током ударила. Засосала под ложечкой от дурного предчувствия. Совпадение? Может быть. Двери кабинета закрываются, отрезая нас от незнакомки. Но мне не становится легче. Так, и как дела у нашей малышки? Нас встречает улыбчивый доктор. Кабинет светлый, с большим окном. Стены расписаны сценками из мультфильмов. Усаживаю дочь на стульчик. Да вот, опять хрипит. Сокрушённо вздыхаю. Зоя улыбается доктору, как родному. Мы с ней уже не в первый раз у него. Поначалу дочка сильно боялась незнакомого дядю, а теперь весело болтает ногами. Врач осматривает её. В лёгких чисто. Попьёте сироп, который я вам выпишу, и через неделю можно уже идти в садик. Спасибо. Киваю. А внутри нарастает нервозность. Мы выходим из кабинета. Мои мысли тут же возвращаются к той брюнетке. Её слова и стервозный взгляд лишили меня покоя. Надо позвонить мужу. Услышать его голос. Убедиться, что он по-прежнему меня любит. Иначе я так и буду себя накручивать. Вообще, последнее время стало какая-то нервная. Наверное, из-за здоровья дочурки. У нас прекрасная семья. Брак по любви. Прекрасная дочка. Точная папина копия. Разве что волосы светлые, как у меня. Назар в ней души не чает. Это он назвал её зайкой. А за ним так начали звать и все остальные. Хотя по документам она Зоя Назаровна. Мы счастливы вместе. Так почему же сейчас внутри всё сжимается от тревоги? Странная, необъяснимая паника нарастает с каждой секундой. Я едва могу ей сопротивляться. Раз за разом прокручиваю в голове слова той брюнетки. Это ошибка. Просто совпадение. Мало ли о каком бессонове она говорила. Нужно просто забыть о ней. Нужно. Но не могу. Рука тянется в сумочку, к телефону. Нет, речь точно не о Назаре. Мы с ним всегда вместе. Он с работы спешит домой, к нам. Всегда радуется нашей зайке и мне. Да, он много работает. Но иначе никак, если ты в одиночку поднимаешь бизнес. Да, иногда задерживается на работе или уезжает в командировке. Но я не припомню, чтобы от него хоть раз пахло женскими духами. И вообще, в голове просто не укладывается, что он может мне изменить. Иду по коридору, почти не видя дороги. Пока зайка вновь не начинает тянуть меня за пальто. Да, моя хорошая. Беру дочку за руку. Идем. А сама словно в трансе. Сердце сжимает тисками, хотя кажется, что причин для паники нет. Ведь ничего плохого не произошло. Зайка идет на поправку. А то, что та брюнетка сказала, просто случайность. Делаю еще шаг. Перед глазами темнеет. Накатывает внезапная слабость. Не понимаю, что происходит, но чувствую, что теряю сознание. С вами все в порядке? Кто-то хватает меня за локоть, не давая упасть. Это медсестра. Она участливо заглядывает мне в лицо. Я поспешно извиняюсь. Похоже, мы с дочкой просто застыли посреди коридора, и теперь все на нас смотрят. Зайка продолжает тянуть меня, а я двинуться не могу. Ноги будто налились свинцом. Может, присядете? Я вам воды принесу. Нет, спасибо. Отказываюсь от помощи медсестры. Все хорошо. Заставляю себя идти. Передвигаю непослушные ноги одну за другой. Ради дочки. Приезжаем домой на такси. В квартире пусто. Мужа нет. Зайка убегает в детскую, а я не выдерживаю. Все же звоню Назару. Муж сбрасывает звонок, но через пару минут присылает смс-ку, что занят на совещании. Пишу в ответ, что жду его на ужин. Приготовлю его любимую лазанью, так что пускай поторопится. Заодно и сама делом займусь. Выкину все глупости из головы. День постепенно клонится к вечеру. Ужин почти готов. Я уже нетерпеливо поглядываю на часы. Снова пиликает телефон. Наверное, Назар пишет, что опоздает сегодня. Со вздохом включаю экран. Но это не муж. В мессенджере висит сообщение с неизвестного номера. Меня вновь охватывает тревога, которая уже почти улеглась. Здравый смысл требует, чтобы я заблокировала смс, но палец сам нажимает «Открыть». Сверху всплывает имя. Анжела. На крошечной аватарке узнаю ту самую брюнетку из клиники. Она позирует в камеру, вытянув сложенные в трубочку губы. Несколько секунд просто смотрю, пытаясь собраться с мыслями. И только тогда замечаю всплывающее один за другим сообщение. «Ты меня не знаешь, но твой муж сейчас со мной, и я от него беременна. Советую свалить из нашей жизни как можно скорее. И детеныша своего прихвати». Следом всплывают фотки. Мой Назар лежит с ней в постели. Она обнимает его, целует, по-хозяйски сидит на нем, голая. Перед глазами начинает темнеть. «Значит, в клинике мне не привиделось и не послышалось. Я все правильно поняла. Речь шла о моем муже. Но как же так?» Кухня качается и плывет. Хватаюсь за столешницу, пытаясь устоять на непослушных ногах. «Нет, это все неправда. Это чья-то жестокая шутка. Мой Назар и она». Слышится звон разбитой посуды. Словно во сне смотрю на осколки. И с запоздалым смешком понимаю, что падаю прямо на них.